Федеральный округ и Северокавказский федеральный округ. А, да, это моя ошибка, да? Ну, ничего страшного. Он дает параллельный зачет, как я уже говорил, Центральный федеральный округ и Северокавказский. И сразу он, вы представляете, как вы говорите, два с половиной, да? Две с половиной золотой медали у нас было. Вот эта половинка, дающая там 50% за победу. Хотя, вот вы знаете, непростой вопрос. Ну, сейчас чуть позже скажу. А представитель Северокавказского федерального округа Саидов борется в синем кимоно. Вот по поводу того, что непростой вопрос. Вы знаете, знаете ли вы или не знаете, было их ничего. Президент Федерации Легкой Атлетики. Президент Федерации Легкой Атлетики. Вот в свое время у них было принято решение, я с ним обсуждал этот вопрос, почему спортсменам, выступающим, представляющим два субъекта РФ, дается 50% очков. Они сделали по 100% за каждый субъект Российской Федерации. Вот так вот. Вот такое решение коллегиально они приняли на уровне Легкоатлетической Федерации Дзюдов. Ой, на уровне Легкоатлетической Федерации. Тут я же все перебрал. Если сильно не вдумываться в этот вопрос, то я, вот первая реакция моя, неправильно. Ну, вот я так же ему сказал, но вот все-таки принято такое решение, что именно 100% должен получать и один субъект Российской Федерации, и другой. Потому что он говорит, а как вот быть с теми моментами, когда даются премиальные. Вот премиальные должны быть. Премиальные должны быть. Он говорит, а здесь какое отличие? Ну, вот то есть поспорить можно было на эту тему. В любом случае, спортсмены, когда у них получается параллельный зачет, параллельный зачет заключается только лишь для продолжения спортивной карьеры, для совершенствования технических навыков и мастерства, для того, чтобы развивался спортсмен. Это первоочередность. Ну, и, естественно, возможен переезд в дальнейшем будущем. Ну, и обучение, да, это тоже важный момент. И вот из-за этого регионы меняются. Ну, опять же, условность самая важная. Согласование с первым личным тренером, согласование с организацией, в которой ты трудился, тренировался, ну, и с той организацией, которая тебя будет принимать, где ты будешь находиться в будущем. Тут еще такая ситуация бывает, что все-таки бывают тренеры, которые хорошо готовят детей, юноши, да, детские тренеры. Бывают тренеры, которые могут доводить и уже шлифовать. Ну, не везде. Все бригады сформированы, бригадный подряд, вот такой, да, как говорите, если по-простому. А пока мы следим за татами, на котором болит весовая категория 90 килограмм, первая финалистка определилась в тяжелой категории у девочек. Это Перцева Яна, она победила Терворотонян. Да, а у нас на татами по два шида спортсменам дали. И два шида было у обоих спортсменов, тут же Бетанова дают, третья шида, а вот четвертая уже дисталификация, всего лишь за две минуты. Ну, разные подходы не только у судей. Наверное, все-таки все зависит от манеры проведения поединков с спортсменами. Когда есть какие-то моменты, которые провоцируют арбитров, ну, не только арбитров, которые не дают хорошего исхода в борьбе, тут, естественно, сразу же пресекаются такие моменты. Сейчас выход за татами был. Дадут ли еще одну шида или просто предупреждение? Предупреждаю, да. Тут, видимо, ситуация, что ребята оба с Северного Кавказа, они великолепно знают друг друга, хотя по результатам потенциально Бетанов повыше, он уже призер победителя многих соревнований международных. Но шида он проигрывает одно. Три на два шида все-таки уступает. Вот посмотрим, опыт его, достаточно будет его опыта, чтобы сейчас ситуацию выровнять и победить. Вот она так и делает пока. Вот опять захват пропустил. Пропустил. Но Бетанов с невысоким, чуть нижним ростом обладает, чем его соперник. А с таким ростом, с верхним захватом тяжелее бороться. Соответственно, классический захват ему в большей степени нужен, а он вот все-таки забирает верхний захват. Я думаю, наверное, это основная ошибка является тактическим просчетом. И даже вот то, что у него кимонос летает, вторую ситуацию подходит, говорит о том, что он сгибается. Он сгибается и... Ну вот, вот его борьба. Вот именно такими бросками он может побеждать, да, броском с колен. Но для этого верхний захват не нужен. Нужен классический захват на рукаве и на груди. Или под захват проворачиваться. Ну, тут опасно чревато стягивание. Да. И тут я с вами соглашусь. Вот опять же, берет он обоюдный захват, не совсем удобный для себя. Ну, возможно, есть что-то у него в запасе с этого захвата для того, чтобы провести атаку. Скорее Шида получил. Но если получить Шида, это дисквалификация сразу. Да, потому что он ничего не делает. Его соперник тактически выдерживает специальную ситуацию, что он и упал. Да, было падение на бок, оценка Юка. И тут же, нет, не накрыл удержание Саидов, своего соперника. Ну, Юка, вот сейчас просматривает, нет, вывесили, показывает на дабло у нас, что действительно было зафиксировано падение на бок, оценка Юка. Соответственно, Саидов ведет за минуту 39 до конца. Да, похоже, похоже. Михаил Анатольевич, город Тюмень стабильно принимает, уже системно принимает третье первенство России среди юниоров до 23 лет. И мы уже привычно, наверное, сюда приезжаем. Уже, наверное, практически как дома себя здесь чувствуем, да? Да, здесь комфортно, здесь уютно, здесь хорошо встречают, отлично организовывают. Все как бы так, не ярко, но очень-очень достойно. На термальные воды успели сходить? Нет. Ну, советуем, советуем, потому что все-таки здесь... Только на минеральные. Понятно. Ну, многие представители соседних регионов, Скургана, Свердловской области, Челябинске приезжают именно сюда для того, чтобы посетить термальные источники. Одной из особенностей Тюменской области это является. Но вот для нас самой важной особенностью является как раз-таки та система, которая создана в Дзюдо. А поскольку и умеют проводить здорово турниры, еще раз скажу, представители Тюменской федерации, Тюменского министерства, ну, не министерства, а департаменту по спорту и вообще. Губернатор очень здорово здесь поддерживает этот вид. Ну, и, соответственно, кроме проведения, здесь много высококлассных спортсменов. Проводить и готовить это разное. Да, тут совмещать это тоже сложно. Да, тут молодцы ребята, что у них это разные группы. Тренеры занимают свои работы, организаторы занимают свои работы. Иногда бывает тоже проводят великолепно, но и тренер, организатор это одни и те же люди, им очень тяжело. Здесь четкое распределение. А тем временем Бетанов все-таки доделает атаку здорово доводит. 20 секунд до конца. За 20 секунд вот здесь ему самое главное не встать. Не остановиться, не удерживать. Дело в Азаре. Броском с колен. То, что мы с вами и проговаривали. Не нужен ему был верхний захват. Тут именно нужно было этими атаками с самого начала бороться. И тут же падает на Азаре. Вот парадоксальная ситуация. Это психика. Это только психика. Это только психика. Как только человек подумал, что надо удержать, он проиграет. Если человек не сомневается, что он выиграет, он выиграет. Я убежден, что это чисто психология. 8 секунд до конца проигрывает Юка Бетанов. Поскольку по 2 Азаре заработали. Буквально там несколько секунд прошло от одного броска до другого. Не смог он победить в этой встрече, но смог Саидов. Достойная схватка у Саидова. Очень достойная. Соперник был очень крепкий, очень сильный, очень опытный. И, конечно, для зрителей тоже такая интрига в поединке держала в напряжении. Так что очень любопытно. Да. Когда есть интрига в спорте, всегда есть зрелище, есть интерес. У зрителей, у коллег, спортсменов. Да и у всех, кто смотрит. Сейчас даже в нашем интернет-трансляции. Пока объявляют результат, я еще, вот, второй полуфинал закончился в весовой категории плюс 78. Бабинцева Александра выиграла подсечкой и продолжила удержание потом. Вот. И встретится в финале с Перцевой Яной. Отмечу, что они в подгруппе уже встречались. И в первой схватке Бабинцева одержала победу над Перцевой Яной. Ну, посмотрим, как будет в финале. Возможно, будет по-другому. Ну, мы ожидаем следующего выхода на татаме. Или еще какое-то определение есть по броску. Нет. Объявление победителя. Так. Побеждает Битанов. Потому что дали оценку Юка. Я так понял про... Я... Я так понял.